МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Городские маршруты, словно артерии одного большого организма. Организма под названием город. В Могилеве с каждым годом их становится все больше и больше. И это здорово, потому что город растет, развивается и становится только лучше. Я Лесь Рыбалка, здравствуйте, и это рубрика «Одно окно». Сегодня с ветерком прокатимся по одному из новых маршрутов города. Транспортную сеть Могилева пополнил новый маршрут. По улицам и проспектам города начали курсировать маршрутное такси под номером 36. Андрей, водитель со стажем, в первый день еще привыкает к маршруту, как, впрочем, и могилевчане. Люди интересуются маршрутом. Ну да, мало кто знает еще. Ну да, я думаю, на первый круг 30 человек. Я думаю, это хорошо для первого дня работы. Схема движения – Малая Боровка, проспекты Пушкинский, Шмидта с заездом на Быховский рынок. Дальше улица Пионерская, проспект Мира, Минское шоссе. В обратном направлении поездка пролегает через Лазаренко. Маршрут разработан так, чтобы охватить участки города, где пассажирского транспорта не хватало. К примеру, как на улице Пионерской. До этого здесь не было ни одной маршрутки. Быховский рынок, за Днепровье ни на чем туда не попасть. Нету возможности доехать без пересадок. До Быховского рынка, до Минжинки, до Челюскинцев, в Казимировку даже в ту же самую, там, с Боровки или со Шмидта тоже нет возможности доехать. Малая Боровка, мы идем на Старочаускую улицу, туда тоже не ходят маршрутные такси. Предприниматели выступили с идеей, городские власти поддержали. Компаньоны Александр и Виталий не скрывают. Хотелось, конечно, охватить Первомайскую, где самый большой пассажиропоток в городе. Но все же согласились учесть интересы города. В итоге в Могилеве появился самый длинный маршрут. Почти 56 километров. С учетом пробок от конечной до конечной езды на 50 минут. Первые пассажиры остались довольны. Быстрее надо было доехать. Но очень большие пробки в связи с ремонтом моста. Ну, эта маршрутка, получается, выручают в этом плане? Ну, да. Будете пользоваться? Возможно. Если мне надо будет куда-нибудь попасть по новому маршруту. Ну, на ваш взгляд, маршрут удобный? Будет подзываться спросом? Ну, я вам хочу сказать, некоторые даже говорят, что вот именно удобно. Потому что вот с Боровки можно доехать, на Шмидта, то есть кому-то. Ну, удобно. Ну, удачи вам. Спасибо большое. Нам стало интересно, а почему именно такой порядковый номер присвоен маршруту? Оказалось, все дело в истории. Исторически ранее так сложилось о том, что 36-й маршрут, он когда-то был там, маршрутного такси. Значит, именно движение было с Малой Боровки, но в сторону Зеленого Луга. Было принято решение, что вот именно этот 36-й, как бы присвоить этот маршрут новый, значит, и сделать его под номером 36. Это уже 27-й по счету маршрут индивидуальных перевозчиков в Могилеве. Как говорится, ни пуха, ни пера. И хорошей дороги. Побольше пассажиров, улыбок, и у всех все будет хорошо. Весна идет, весне дорогу. Вот только снег сошел, и ямы на этих самых дорогах, как на ладони. Да, испытания низкими температурами и нагрузками выдержали не все. Но дорожники обнадеживают. В Могилеве начинается активный ямочный ремонт. Где в Могилеве ямочный ремонт нужно сделать в первую очередь? Что думают водители? Ленинское, Перомаевское. В первую очередь, мне кажется, это дворовая территория. Я живу на улице Крупской. Там очень нуждается дорожное покрытие, хотя бы в ямочном ремонте. Здесь улица Кривулина, там есть проблемы. Ну, Якубовского, Миротан. По Пушкинской, по Габровской, по Островску, на Непокоренных сюда тоже самое. Понятно, что залатать сразу и все выбоины в Могилеве нереально. Комиссия оценила самые критичные места и составила график ремонта улиц на ближайшие две недели. В первую очередь залатать будут те выбоины, что могут привести к авариям на дороге. Провели осмотр уличной дорожной сети города Могилева. Начали, конечно, с наших магистральных улиц. Составили объемы работ. В первую очередь туда попадут улица Челюскинцев, улица Космонавтов, проспект Мира, улица Первомайская. То есть, так скажем, наши центральные магистрали, по которым наблюдается самое интенсивное движение. Позже будем переходить уже на улицы Симонова, Островского, Большую Чаускую. То есть, те улицы, где менее интенсивное движение. Латать дорогу в Могилеве уже начали. Работают и в ночную смену, и по выходным. Используют горячий асфальт и специальную эмульсию, что заливают через установки «Тайфун». Технология ремонта асфальта бетона установками «Тайфун» позволяет работать и во влажных условиях. Поэтому здесь технологии не нарушаются, и качество ремонта будет хорошим. Главное условие, чтобы была положительная температура наружного воздуха. А там, где мы работаем горячим асфальт и бетоном, там, конечно, мы подбираем погодные условия. Ремонт ждет и дороги во дворах. В этом году обновят порядка 50 дворовых территорий. Уточнить, будет ли среди них ваш двор, можно в ЖЭУ. Если в цифрах, в ближайшие два месяца на ямочный ремонт в Могилеве планируют потратить до 2 миллиардов рублей. До конца этого года на устранение дорожных дефектов уйдет чуть меньше 5 миллиардов. К слову, ямочный ремонт в Могилеве проводят почти круглый год. Более активно – весной. Самые критичные места планируют обновить уже до 1 мая. Всем мы привыкли видеть Могилев чистым, красивым и уютным городом, но чьими усилиями это создается? Сегодня герои рубрики «Такая работа» супружеская пара Светлана Федоровна и Александр Владимирович работают дворниками. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, рассказывайте, где работаете, где ваш участок? Мы приглашаем вас на наш уютный московский дворик. Ой, как здорово! Пойдемте! Пожалуйста! Могилевчане Светлана Федоровна и Александр Владимирович Захаровы работают на одном участке. Оба пенсионеры. Работа это, конечно, пыльная, но ведь и дороги кому-то нести надо. Работать надо. И при том, мы не можем нечестно работать. Да, дитя говорят, не работа красит человека, а человек, место, где он работает. Ну, стараемся, как можем. Рабочий день дворника начинается в 7 утра. До 12 нужно успеть убрать всю территорию. У Александра Владимировича это московский дворик и дом рядом. Светлана Федоровна убирает в подъезде, потом помогает супругу. Профессиональное качество дворника – трудолюбие и пунктуальность. Работа эта подойдет таким людям, которые любят работать не в коллективе. Но коммуникабельность и доброжелательность не помешают. Чистый двор – это общий труд дворников и могилевчан. Я, допустим, привык здесь. Вот говорят, большой двор, и как справляюсь? Ну, люди уже ко мне привыкли и говорят, никуда не меня не отпустят отсюда. Они говорят, что плохо метете дороги. Мне, допустим, пока не говорили. Мне тоже не говорили. Наоборот, говорили спасибо. Очень хорошо убирают. Чисто? Чисто. Всегда аккуратненько. Коммунальная служба, социальная сфера, дай быт наш. А к нему еще четвертая человеческая совесть. Вот эти четыре фактора, четыре аспекта, они должны быть вместе, понимаете? Ну, ведь дома ж ты не зашел с грязными сапогами, не пошел на кут прямо. Ну, такого ж не дано. Твой двор – это твоя хата, будем так говорить. Оно стоит только одному бросить. И тогда пошло, поехала вот эта цепочная реакция. И все. Так что просто надо совесть иметь. В основном дворниками сейчас работают молодые люди. И устроиться, кстати, не так легко. Это несмотря на то, что надборника нигде не учат. Хочешь зарабатывать – метлу в руки и вперед. А я вот вам дам грабли. Грабли. А вот песочек, видите, и здесь нужно немножко, чтобы меньше было веточек разных. Согребайте их, а потом мы их соберем и в ведро, чтобы они не мешали детям играть. Добавляем щадочку. Работы у дворников хватает всегда, вне зависимости от пары года. И хорошо, если этой работы будет меньше, благодаря нам, Мангелевчанам. О, спасибо, Александр Владимирович. Очень вы вовремя. Ну что, нравится быть дворником? Ну, что я вам скажу, Александр Владимирович, нелегкий труд дворников. Поэтому надо, наверное, уважать все-таки вас. Но подшуатный. Подшуатный. На сегодняшний день. Коротко о последних событиях Могилева. Председатель Могилевского городского исполнительного комитета Владимир Цумарев «Человек года». Мэр Могилева получил награду в номинации «Общественно-политическая деятельность». Всего за успешную работу в 2015 году в трех номинациях специальную премию получили 15 человек. Из них 9 могилевчан – людей, которые делают Могилев лучше. Все на субботник. Уборка в любимом городе 9 апреля начнется в 9 утра. Главная площадка – парк отдыха в Подниколе, где продолжится благоустройство. Вообще, планы на эту субботу в Могилеве масштабные. Покрасить мосты и путепроводы, привести в порядок мемориальные комплексы, лесопарковые зоны, территории вокруг школ, садов, предприятий. Ответок и мусор очистят пойму реки Днепр от Пушинского моста до улицы Королева. Убирать будут все и все. От работников городских предприятий до простых могилевчан. Кстати, ЖЭО обещает всех желающих обеспечить лопатами и перчатками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Могилеве потеплело и как-то сразу по-летнему вместе со среднесуточными температурами в плюс 8 градусов три дня подряд город завершает отопительный сезон. С 5 апреля батареи охладели в административных зданиях и на предприятиях. С 6 апреля начали отключать отопление в квартирах. Подача тепла в объекты социальной сферы прекращается с 8 апреля. Правда, если вдруг в городе снова похолодает, отопление обещают снова включить. В нашем мире нас окружают привычные вещи и явления. Но когда происходит что-то, выходящее за рамки человеческого понимания, мы говорим мистика. МИСТИКА Помните американский мистический фильм ужасов «Призрак дома на холме»? Его название как нельзя лучше подходит для истории, которую нам рассказал могилевчанин Максим Кабанов. Произошла она лет 5 назад. Правда, место действия не жутковатый холм, а вполне обычный могилевский поселок холмы. Сочи произошел здесь, на моей даче. Дача в Могилеве. Да, дача в Могилеве. Очень удобно, очень прикольно. Но события были совсем даже не веселые. А началось все просто и даже буднично. Бабушка Максима наводила порядок в курятнике и вдруг услышала какой-то шум. И шум был вот отсюда. Этот сарай имеет выход с крыши, с синяка. Испуга не было. Поблизости от дома лес и речка. Мало ли какой зверь забрел сарай. У нас обитают бобры, у нас ходят барсуки, также хорь. Ну, я предположил, что это что-то из этого. Ну, естественно, вооружившись на всякий случай, потому что эти животные агрессивные, я хотел вызволить зверя. Там крыша проломана была. Чтобы обнаружить озорняка, Максим заглянул на синяк. То, что он там увидел, перевернуло его представление о материальном мире. Я приоткрыл дверь. Вот эту. И то, что я увидел вдалеке, меня крайне, скажем так, озадачило. Это было что-то черное, похожее на комок, которое носилось по... Да, вот этой вот... Собственной территории. Не зверь? Звером это назвать было сложно, потому что оно не имело фактически конечностей. Единственное, что я увидел, когда оно привисло, это... Оно привисло. Увидел такую ехидную улыбку с большим количеством кленовидных зубчиков. Беленьких. И потом в меня полетел ящик тяжелый. По чистой случайности ящик не угодил Максима. Наш герой до сих пор не понимает, с чем столкнулся. Тут очень трудно сказать, что это такое. Сущность была агрессивная? Весьма. А может Максим принял за исчадие ада какого-нибудь местного перепуганного Мурзика? Но тогда возникает другой резонный вопрос. Я не думаю, что какой-нибудь кот в состоянии кинуть меня ящиком. Сарай этот мы забросили. Кстати, я здесь ремонтировать ничего после данных случаев не хочу. Злобное существо больше не появлялось. Но Максим по-прежнему с опаской поглядывает на старый сарай. Я, может быть, и не верю в потустороннее. Может быть. Но я верю своим глазам. Это было что-то другое. Не из нашего мира. Вопрос. Как признался нам Максим, страх, который он испытал, уже притупился. Но добавилось еще одно чувство – интерес. И желание разгадать тайну странного существа из старого сарая. Прогоняет хворь, грусть, боль. Именно так с латыни переводится слово «баня». Любителей здоровых процедур в Могилеве хоть отбавляй. И если своей баньки нет, общественные готовы поддать парку. Хожу раз в неделю. Парелка отменная. Иду к открытию. Фара отличная. Все прекрасно. Регулярно ходил, регулярно хожу и буду ходить. Баня – это здоровый образ жизни. Это хорошо для себя, для души и для тела. Привести время и отдохнуть. Пополним все свои силы. Мы порядка 17 лет. Вот как после реставрации этого оздоровительного комплекса будем всей семьей. Не то, что одна я отхожу. Я уже на пенсии. Удовольствие от общения и с людьми, и с обслуживающим персоналом. Приятно общаться. Ну и, конечно, пар, который они нам создают. И чистота, и порядок, и уютно, и тепло всегда. Известный древнегреческий врач Гиппократ, яростный сторонник естественного лечения, считал, что необходимо проводить закаливающие процедуры, чтобы организм сопротивлялся болезням сам. А в качестве одного из укрепляющих средств он приписывал баню. Вот, например, среда, четверг, пятница, в такие будние дни, у нас где-то проходит около 150-200 человек. В выходные дни по 300, по 350-400. Тут не угадаешь. Не смутил могилевчан и тот факт, что цены на банные процедуры подросли на 30-50%. А связано это с тем, что бюджет сейчас не компенсирует затраты Горводоканалу, на попечении которого и находятся все коммунальные городские бани. То есть, если цена была там 20 тысяч, она стала 30 тысяч, цена была 35, она стала 55. Ну, немного оно изменилось, то есть, не критично. В коммунальной собственности Могилева три бани, плюс одна на реконструкции. Это баня номер один по Пушкинскому проспекту. Ее планируется открыть в начале мая. Строение полностью поменяет внешний вид, крышу, несущие конструкции и начинку. Новое банное оборудование уже устанавливают. Коммунальники готовят сюрприз и отказываются разглашать, чем порадуют могилевских любителей пара. Для меня береза лучше. Береза лучше? Да. А чем береза лучше? Ну, береза лучше так. А кто-то любого любит. А пахнет, как вкусно! Могилевская лира единственный женский духовой оркестр в Беларуси был и остается. Духовая музыка – это же приоритет мужчин. А вот, извините, мы тоже можем. Действительно, духовые оркестры в подавляющем большинстве – мужские коллективы. Ведь для того, чтобы сыграть на духовом инструменте, нужно не только мастерство, но и солидная физическая сила. Работницы могилевского ЦУМа доказали – для слабого пола нет, ничего не возможно. Браво! Освоивать инструмент не так легко. Но женщины смогли это сделать, не имея образования музыкального в основном. Лишь у пары-тройки участниц этого духового оркестра есть музыкальное образование. Не консерваторское, конечно. Остальные, как говорится, самоучки. Но если уж очень хочется, обязательно получится. Лира – оркестр титулованный. Он не раз становился лауреатом международных и республиканских музыкальных конкурсов. Два года назад ему присвоили звание народного любительского коллектива. Некоторые из его участниц играют здесь со дня основания. И, кстати, Лира – это не только бравурная марши. Если честно, пробуем рок-джаз. А вообще-то, да, менялся репертуар. Но в духовой музыке он особо не поменяется. Да, мы можем сыграть более современные мелодии. Раньше мы играли по тому времени современные. Сейчас, короче, мы идем много со временем. Как говорят в Лире, если уж сюда пришел – это навсегда. Здесь играют и те, кто работает сейчас, и те, кто из ЦУМа ушел на заслуженный отдых или поменял место работы. Даже декретницы выкраивают время, чтобы дважды в неделю прийти на репетицию. Это как бы наша жизнь оркестра. Мы всю жизнь в нем играли. И не можем никак расстаться с ним. И вряд ли они с ним расстанутся. Потому что все приходящее – только музыка вечна. О том, что такое настоящие собиратели макулатуры, учащиеся Могилевской школы номер 40, могут рассказать как никто другой. Ребята одержали победу в областном конкурсе «Чистая страна начинается с тебя», собрав рекордные для Могилева 11 тонн макулатуры. Я принадлежала эту макулатуру из дома. Ходила по магазинам, по соседям. Много собрала? Ну, как видите, два мешка. Таня Феофанова из 7-го Е, макулатурщик со стажем и к школьному заданию подключила и семью, и одноклассников. Теперь по ее примеру и по завету учителей, все, что плохо лежит, отправляется на переработку. Интерес вообще, как всегда, спортивный. Дети дружно собирают эту макулатуру вместе с родителями для того, чтобы победить. Всегда хотят победить. Но при этом мы разъясняем, что все начинается с каждого человека, который хочет сохранить природу. И мы объясняем детям, показываем видеоролики, что вся работа проведенная ведет на то, на сохранение нашего земного шара. Но еще, конечно, они знают, что все деньги, которые собраны в рамках этой акции, выполняется наш фонд библиотечный, выписывается литература для того, чтобы дети больше читали и больше познавали. Ну и, конечно же, что материальное для школы, для их развития. Чтобы подвести итоги общей многомесячной работы школьников, собрали в актовом зале. Благодарность, подарки, викторина. Казалось бы, мелочь, но детям приятно, ведь мотивы для участия у многих из них, как оказалось, были глубоко личные. Я собираю макулатуру, потому что я очень люблю читать книги. Мы собираем макулатуру, мы сохраняем нашу природу, мы помогаем нашим будущим детям. Вообще, ну, это очень хорошо для природы и для нашего здоровья. Мы с подругой ходили по квартирам, спрашивали, есть ли макулатура у них. Ну, многие давали, некоторые нет. Несмотря на то, что участие в этом конкурсе по сбору макулатуры принимали все учащиеся школы с 1 по 11 класс, самыми активными и продуктивными были третьи классы. И вот у нас сейчас герои из третьего В. Чувствуете себя героями? Да. Рады победе? Да. Мои родители привезли мне где-то 10-15 килограммов макулатуры, а всё остальное добыл я. Если бы деревьев не было, то нас бы и тоже здесь не было. Ну вот, они засасывают все вредные вещества, а потом, как бы сказать, обрабатывают у себя там и через устица выпускают хороший воздух, которым мы дышим. Мне кажется, что деревья – это самое главное сокровище, что у нас есть. Воспитательный элемент очевиден, ведь идеи учителей и коммунальников поддержали и дети, и родители. Ещё лет пять назад о такой активности говорить не приходилось. Самое популярное и требовательное для государства и есть – это макулатура и стекло. По объёму у нас 4600 тонн макулатуры и 2900 тонн стекла. На собранные после акции деньги в школе смогут купить новые книги, а значит, сами дети увидят, что труд может приносить реальную пользу. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok